Дорогие друзья, мы очень рады поприветствовать Каждого из нас, все, кто подключились сегодня к телеэкрану Мы в программе «Влияние» хотим сегодня поднять очень интересную тему Я верю, она будет очень полезной для каждого из нас Но прежде всего, позвольте представить гостей этой программы Мы на телеканале «Импакт» и благодарны Богу за ту возможность Общаться в прямом эфире и делиться теми мыслями, которые внутри нас Я верю, Бог производит в нас свои хотения, свои желания, свои действия В студии со мной сегодня пастырь церкви «Дом хлеба» Александр Шевченко Мы очень рады, что есть возможность с ним общаться Также пастырь церкви «Ситя Нагил» Один из пастыров и также основатель служения школы прославления «Алайфа» О которой сегодня тоже пойдет речь Это Юра Литвинчук Мы очень рады Я рад, мы рады, ну в общем, все мы рады Также у нас из другой страны сегодня гость Я думаю, что многие из вас знакомы Из Рига, Латвия, церковь «Божья семья» Вот Андрей Кочкин, пастырь Поэтому мы очень рады, что у нас есть возможность Вот в таком кругу сегодня беседовать, делиться И верю, что все мы переживаем Все мы переживаем за время Все мы переживаем за церковь Все мы переживаем Ну, я не могу, конечно, может, обострять Или пытаться всех вовлечь в это Но я верю, что нам не безразлично Нам не безразлично По крайней мере, нам не безразлично Которые здесь сидят Вопрос поклонения Поклонение Это, наверное, вопрос, который уже длится тысячи лет Несколько тысяч лет Я всегда на память Или всегда привожу, когда говорю о поклонении Момент, когда два князя стоят на горе Князь этого мира и князь другого мира Вот И идет борьба за поклонение И где мы помним, Люцифер, который есть дьявол Говорит, вот, всю славу, вот это, что все, что ты видишь Отдам, если пал, поклонишься мне И тогда Иисус сказал Господу Богу одному Поклоняйся и Ему одному служи Мы не хотим оспаривать сегодня вопросы Здесь пытаться быть какими-то В общем, перейду прямо к теме Вот прежде всего, дорогие мои Вот в ближайшее время у нас в городе пройдет Школа прославления А лайф, которая уже имела место в Сиэтле в прошлом году И вот пастор Александр, и я тоже участвовал в ней Это было замечательное время, хорошее Хорошая школа, хорошие отзывы Вот, было много музыкантов, левитов Лидеров прославления И очень уместные темы, которые касаются и практические, и теоретические И, наверное, личных взаимоотношений с Богом Вот, здорово Спасибо, Юра, вот, что Бог вложил в твое сердце И ты основал эту школу Вот, но в этом году, в августе месяце С 1 по 5 число пройдет она в нашем городе, в Сакраменто И хотелось бы, конечно, используя эту программу, эту передачу Пригласить всех, кому интересно Особенно лидеры прославления, музыканты, левиты Конечно, мне кажется, служителя и пасторы Очень важно, когда мы можем видеть это И тоже, потому что некоторые пасторы, они до конца не понимают Каким образом это может функционировать и в церкви Может кто-то более склонен к искусству, к творчеству Имеют музыкальные способности, вот, ну, так как бы не было В общем, одним словом, Юра, если можно, несколько слов Вот буквально об этом проекте Что будет происходить в нашем городе Вот с 1 по 5 августа Да, мы вчера встречались с больших лидерами Именно Сакраменто здесь Очень приятная атмосфера Очень приятно видеть этих людей, которые в служении Которые творчески служат Ну, просто талантливые люди посвященные И мы как бы вместе этот вопрос подняли Решаем этот проект И хотелось бы вот именно послужить вот этой служению и поклонению То есть музыкантам, певцам, звукооператорам Как ни странно, когда общаюсь с пастырями Говорю, какой у вас самый больший Какая самая большая нужда в церкви, вот, в сфере поклонения Юр, пожалуйста, сделайте что-то звукооператорам Поэтому это одна из частей Со звуком или со звуком операторам? Наверное, это и другое Сделайте что-то, да Наверное, пастыря говорят со звукооператорами Они говорят, сделайте что-то со звуком Купите лучшую аппаратуру Ну, в общем, это вопрос, который мы будем поднимать И идея действительно просто помочь нам всем Окунуться больше, во-первых Что такое прославление? Ну и, естественно, как-то развивать наши таланты Вот, пастыря, у тебя была возможность преподавать Ты видел изнутри эту школу Насколько она практична, насколько она нужна Даже в этом году здесь, в этом городе Просто лично, твое мнение Ну, здесь есть два, может быть, и больше лагерей Когда мы смотрим на церковь, есть как бы пастырский состав Или духовный совет церкви Есть общая аудитория И есть вот эти частные, к сожалению, инициативы отдельных людей Которые хотят поклоняться Имеют какую-то музыкальную грамоту И эти три лагеря между собой пытаются найти общий язык Пастыра пытаются угодить большей части людей Церкви, потому что оно же для церкви Или оно предполагает вовлекать церковь в этот процесс Это же не концертная программа, где человек выступает И им очень трудно найти общий язык Поэтому я лично считаю, что эта затея или эта идея Она чрезвычайно важна И если пастыра просто отправят туда молодых людей Или своих воршип-лидеров И сами, опять же, останутся на задворках И им это неинтересно Будет проблема Все равно будет проблема Поэтому я расцениваю это как своеобразное образование Просвещение Давайте поговорим открыто Во-первых, что говорит Библия об этом Во-вторых, что мы можем сделать в сложившейся ситуации Как мы можем учитывать наш менталитет Нашу диаспору Вообще, сколько и чего мы должны учитывать Чтобы все-таки прославлению быть в наших церквях Ну, я когда здесь говорил об этой школе на СИПА Славик International Pastor Association Я говорил, легче всего критиковать Легче всего со стороны Вы не так поете, звук не такой А что мы сделали, чтобы вообще найти общий язык Чтобы образовывать людей в этой области Потому я считаю, что только боязливый человек Не искренний человек Хитрый человек Уходит в сторону от этого вопроса Не хочет об этом говорить А все, кто всерьез заинтересованы Они будут говорить в рамках этой школы В рамках программы Не знаю как Но говорить об этом нужно Вопросов очень много Очень много То есть мы не можем тоже молчать Во-первых, мне кажется, нам придется как-то разделить Потому что в рамке этой программы Мы не сможем поднять десятки вопросов И может вы сейчас смотрите нас И у вас Вы хотели бы, чтобы мы затронули Может практически какие-то моменты Я не знаю, насколько нам удастся Мы постараемся немножко поговорить сегодня Но, наверное, придется все-таки разделить То, что Когда мы говорим о поклонении Это напрямую связано лично с каждым из нас Но когда мы говорим о служении поклонения Здесь идет уже Каким Как бы мы ни хотели Оно упрется Или преломится через форму определенную И вот здесь постоянно Вот эти непонятки Между вообще как бы поклонениями Между формой поклонениями Вот И потому мы пытаемся часто понять Или как-то разобраться Вот Ну, сегодня поговорим Очень интересные вопросы Вот Жаль, что вы не можете Прямо нам им задать сюда Ну Это хорошо Это хорошо Телефоны были бы красными Это хорошо Я прям попытаюсь Зачитать некоторые Потому что вопросы Чтобы быть более эффективными Вопросы очень актуальны Мы пытались найти какую-то середину Люди присылали вопросы Мы как бы Пересматривали внутри себя О чем бы сегодня хотелось бы поговорить Сегодня очень Хорошие здесь люди Божьи люди На этом месте Вот И имеют Знания в этой области И практику И личный опыт Поэтому, дорогие мои Вот Если можно Братья Я вот задам первый такой вопрос Который, наверное, очень важен Очень важен За последние 30 лет Форма служения в церквях Именно в прославлении Очень сильно поменялась Мы говорим о форме Форма постоянно меняется Это то, что Как говорят Нет ничего стабильного Как постоянно перемены Вот В форме постоянно идут перемены И это связано со временем С культурой И много различных Как бы аспектов В сравнении с последними Несколько столетий Существует два мнения Первое Что церковь ушла От истинного прославления И подражает миру Особенно в музыке Второе мнение Что это движение Духа Святого Как написано в Еве Что намерение Божье Никто не остановит Движение Духа Святого Новое откровение Для церкви Нашего времени Цитируется часто Местописание Что Бог восстанавливает Скинь у Давида Вот как вы Определяете Тенденцию прославления Последних Несколько Десятков Лет Наверное вопрос Вот прежде всего Пойдет к тебе Пастор Андрей Вот твое мнение Вот По поводу Этого вопроса Да Очень приятно Всем привет И Телезрителям Я думаю Что Тема на самом деле Вечная По поводу поклонения И Если Конкретно По этому вопросу Я думаю Что На самом деле Если чуть-чуть Там Понаблюдать И вспомнить историю Как развивалось Прославление Музыка развивалась В церквях Да То К сожалению Мне кажется Что Церкви Постоянно Как бы Конфронтировали Или Тормозили Процесс И то Что например Называлось Звучало Одноголосие В церкви Когда появилось Многоголосие Это уже было От дьявола Потом Через какое-то Время Это естественно Потом Я Потом Там Не знаю Появился Иоганн Себастьян Бах Стал писать Сложную музыку Да вообще Не от Бога Хотя Глубоко Верующий Человек В истории Русской Православной Церкви Седьмая Нота Из семи Была запрещена Официально Когда ее Вернули И стали Пробовать Петь в церкви Это считалось Ересью Да И получается Что Немножко грустно В том Что Как будто бы Церковь Была таким Тормозом Прогресса До какого-то Времени И потом Спустя Пятьдесят лет Сто лет Это становилось Частью Церкви И вот Поэтому Наверное Этот вопрос На самом деле Актуальный Что же это такое Церковь должна Бежать Как бы Подражать Миру И вот Сейчас Выглядит так Что В общем-то Если говорить О музыке То Христианская Музыка Не христианская Музыка Она мало Чем отличается И кто-то Считает Что это Наверное Все-таки Дух мира Пришел Мое Субъективное Мнение Что Мне кажется Церковь Созрела Чтобы быть Не тормозом А наоборот Двигателем Прогресса Да Ну В общем-то Так Если смотреть Это происходило Там Со времен Реформации Когда В Европе Там Мартин Лютер Там И многие другие В то время Поняли Что правильной верой Жив будет Как сильно Это Двинуло Вообще Прогресс Как Развилась История И пошла И В бизнес И Вообще В развитии Общества И я думаю Что Мы сейчас Наоборот Вышли на то Время Что мы Не просто Там Мы должны Быть Ну Законодателями Даже К первоначальному Наверное Источнику Да Потому что Бог Он создал Человека По образу И подобию Своему Как творца В общем-то Когда человек Творит Я сейчас Скажу Может быть Кому-то Вообще Так Немножко Напугает Я вообще Считаю Что музыка От дьявола Ее нет Она вся От бога По сути Потому что Дьявол Не творец Он ничего Не может творить И даже Когда Искажает Больше Искажает Использует Как угодно Присваивает Славу Себе Потому что Мы живем Под Дышим Одним воздухом Дождь посылает На злых И на добрых И на благодарных И злых Да Писание говорит И в общем-то То что Один воздает Славу Богу За то Чем он дышит И на какой Прекрасной планете Он живет А другой Не думает Об этом Еще борется Это уже Проблема Человека Ну а в чем Тогда различие В чем тогда Различие Ну Если следовать Логике Андрея То Мы творцы Или у нас Творческое Начало От Бога От Творца Зачем тогда Мы Если мы люди Верующие Почему тогда Мы идем На курсы Людей С очень Согнительной Репутацией Которые Учат нас Играть Внедряют Уже Сформированные Стили Если мы Оригинально Хотим Как бы Развивать Это Тогда Ну как бы Здесь сложно Потому что Мы все равно Живем в этом Обществе В этом мире Есть грамота Определенная Есть уже Выработанные Стили Определенные Есть стили Сомнительные Не секрет Которые Родились В результате Неправильного Духовного Опыта Оккультного Духовного Опыта Потому Сказать Что Мы оригинально Творим музыку Было бы Здорово Быть Быть Во главе И создавать Вообще И грамоту И науку Но не совсем так История показывает Что люди Были атеистами Коммунистами Кем угодно Какими истами Но они были Учеными И опять же Церковь жгла Тех же Галилеев Коперников Всех гнала Когда они открывали Что в принципе Земля круглая Немножко стыдно За нас И за наших Но так же И в области музыки Так же в области музыки Но с другой стороны Здесь есть другая сторона Видишь Как Андрей говорит Что Бог посылает Дождь На злых И добрых То есть Бог Дает таланты Независимо Ты христианин Или не христианин Единственное Что человек Сделает с этим талантом Вернет ли он Его Богу Или нет Это само собой Но почему я Христианин Иду к буддисту И учусь У него Определенному стилю Потому что Потому что У Давида У Давида была школа Где он обучал музыканта А у нас Нету этих Я думаю Что здесь мы Не то что Должны идти Учиться стилю Мы должны Учиться законам Грамоте Грамоте Потому что Когда я сказал Что нет музыки Не от Бога Я имел в виду Как принцип Как закон Как законы физики И математики То есть Не важно Какому учителю Мы по математике Попадем Я абсолютно это разделяю Но а как тогда В отношении стилей То что называется Модой Или модный стиль Это касательно И одежды И поведения на сцене И музыки Тем более Потому что Это самый сильный Такой двигатель Мы же все равно Занимствуем стилем Я думаю Знаешь Что касается Стилей Потому что Стиль Даже разговорный стиль У нас меняется Сто лет назад Мы уже не разговариваем Этим разговором Музыка Это разговорная речь Это просто Она меняется С каждым поколением Просто У каждого поколения Есть свой язык На котором Мы не разговариваем Согласен Поэтому мы даже Мы не подражаем стилю Мы просто на самом деле Говорим на этом языке Если сейчас Гитарная музыка То Если мы возьмем орган Ну понятно Хорошо Но мы все равно Как верующие люди Мы понимаем Что мир эволюционирует Постоянно Во всех сферах Вот сейчас В Европу приезжаешь Здесь стоит архитектура 15 века Или 13 Здесь же стоит модернное здание Амин Современное Ты видишь По всем параметрам Оно соответствует Современной Ну Модернист Постмодернизм Да И они стоят рядом И одно И другое Но мы все равно Как-то понимаем Что например Ну по крайней мере Я за себя отвечаю Я не хочу за всех Говорить Да Мы все равно понимаем Что если я сегодня Покрашу волосы в розовый цвет Там модно Это тогда Или там буду одеваться По последнему крику моды Почему-то я с этим Не соглашаюсь Я как-то комплексую с этим Хотя оно там Скажем В обществе принято Ну скажем Сережка в ухе У парня Я сейчас о девушках не говорю У парня Больше и больше Набирает оборотов Ну как бы модно Сказать напрямую Что это грех Вроде бы и не скажешь Но в то же самое время Ты понимаешь Что ну как бы Для меня это неприлично Есть же понятие приличия И это касательно языка Как мы сказали Да Есть как бы Очень современный язык Сленговый язык Мы определяемся Хотим ли мы говорить Или оно со временем Больше вольется в общество И мы все равно Пойдем этим путем Когда-то джинсы Нельзя было носить Ну носим сейчас Не считаем Наверное Самый консервативный человек Сегодня в церкви Не считает Что джинсы носить Это какой-то порог Наверное касательно И музыки так Весь вопрос только в том Стоит ли сразу Самое-самое новое Писк моды Да Внедрять Да Я думаю Что если вернуться В поклонению То мое мнение В поклонении Вообще вопрос Не стиля Не мод Даже не языка Это дух Ну Но мы все равно Форму ищем Да Просто я говорю Что как бы форма Форма должна помочь Выразить То есть мы не гонимся За формой Просто мы понимаем Что если человек говорит На этом языке Я приехал в Китай Ну не знаю Или в какой-то Англоговорящий То просто если я хочу Чтобы меня поняли То я должен владеть Им языком Или использовать переводчик То есть если мы так подходим К стилю К культуре К инструментам К аппаратуре Не знаю Вот этому всему То это нормально Если я гонюсь И это делаю Смыслом Это сутью Тогда я уже Не прав И я вообще В заблуждении Ну как В духе Потому что поклонение Это дух Прежде всего Ну вот я Если можно прокомментировать Александр Смотри Я знаю Что есть стили Музыки Да Вот которые Я не скажу Что они приемлемы Для нас Потому что Ну это крик Например Есть хэви метал Где ты там даже Слов не понимаешь Это крик Но это Это отображает Состояние этого человека Вот он кричит внутри Поэтому он Он это выражает От боли От бунта Не важно от чего Да То есть может быть Это неприемлемый стиль Для формы служения Потому что Мы не в этом Выражаем Может быть выразить Какую-то идею Или ты если делаешь концерт Или делаешь музыкальное послание Потому что Мы об этом не говорим Потому что Поклонение То есть Мы возвращаемся К содержанию Да Что нужно подобрать Форму К содержанию Наверное Содержание первично А форма вторично Да То есть Содержание Нужно быть Это сфера духа Ну хорошо А если Прости Андрей Ну хорошо А если ты хочешь Ну я когда-то Пописал песню Я дождусь Докричусь До небесного трона Конечно Ты не можешь петь Ее просто под скрипку Где-то полулежа Знаешь То есть У тебя У меня был крик Я дождусь Докричусь До небесного трона Собери мои стоны Господь Да Наверное Все равно Нужна какая-то музыка Более Динамичная Тяжелая Безусловно Нехорошо Посмотрите Если мы музыку Используем Как средство Донесения Послания Я могу проповедовать Могу стихи читать Могу спеть Могу Рыповать Ну к примеру То В общем-то То есть Я хочу донести То это просто музыка Как инструмент Для донесения Послания И Это не совсем поклонение Это можно отнести К поклонению Если я свидетельствую Через музыку О Христе Свидетельствую О моих переменах В жизни Да О чем-то И это касается людей Вызывает у них Благодарность Богу Приближает их Богу Это Благое дело Но я бы не назвал Это поклонением Непосредственно Борьба Всех веков Человек Это прежде всего Дух Имеющий душу Помещен в физическое тело И мне кажется Что человек На самом деле Является интеграцией Духовного И физического Мне кажется Первое Куда Бог поместил Первое Вот Бог сотворил человека Первое Куда он поместил Он поместил его в Эдем Своё присутствие В Эдем То есть И уже Мне кажется Вот Всё что мы видим Вот выражение Потому что мы часто путаем Вот стиль Это поклонение Вот Это корд Это поклонение Вот Вот этот синтезатор от дьявола. То есть мы зачастую как бы путаем то, что все, что в видимом мире мы выражаем. То есть мы выражаем поклонение. То есть с чем мы соединены? Что за дух? Что за послание у нас? Ну хорошо, Андрей, а присутствует риск? Что человека слова-то поклонение, но внутреннее содержание там нет поклонения. Теперь попрется в изменение мышления. То есть все преломится через... Есть такой риск? Конечно. Конечно. Но получается что? Человек, если он не помещен в присутствии Бога, то есть он не ведет близость с Богом. Ведь все прется теперь в изменение его мышления, что придаст выражение в физическом мире. То есть если человек не изменяет образ своего мышления, то есть не формирует свое мышление в согласии с волей Божьей, тогда естественно мы же растем в видимом мире, мы же формируемся культурой, стилями, этим временем. И мы выражать будем согласно этому. То есть еще раз. Есть ли у человека песни из псалтыря? Не подкопаешься, да? Но его внутреннее содержание на тот момент не должное, оно не в гармонии с Богом. Это я очень лаконично выражаюсь, да? Можно ли это считать, что у нас есть риск, у нас есть опасность взять тексты хорошие, называя это или под прикрытием прославления, но на самом деле атмосферы не Бога угодной, не для церкви. Это то, что Иисус сказал, вы чтите меня устами. Есть такой риск. Конечно, сердце стоит далеко от вас. Я думаю, что мы прямо сегодня живем в том, чтобы это происходило каждый раз. Мы можем, но незаметно даже, не то, что в прошлое служение у нас было поклонение, а в этом не было поклонения. Даже такое может быть у одного и того же поклонника. Человек, который вчера поклонялся. Я считаю, вот это надо повторить раза три. Это очень цельная мысль. Я, скажу честно, это короткое сфильство в своей жизни. Я поднимал эту ответственность, будучи 15 лет лидером прославления, хотя я сейчас пастор, я поющий и поклоняющий. Поклонение осталось всегда и будет. Но я чувствовал такой страх Божий и ответственность, каким я выхожу сейчас на сцену. У меня часто было так, что я понимал за пять минут, что я просто не готов. У нас были песни. Мы взяли те песни, которые вчера, например, мы пели и люди плакали. И есть искушение. Сейчас я возьму вчерашнюю песню, она же сработала. И тогда это уже получается манипуляция. Я беру сейчас правильные аккорды, там были правильные слова, или дух даже был, переживание было. А сегодня, например, я там не знаю, не в духе, я поссорился с женой. У меня гордыня. Я знаю, я не прав, мне надо извиниться. Я не хочу извиняться. И мне через пять минут выходить на сцену. То есть мы все равно возвращаемся к шути. Это будет не поклонение? Я выйду, если я это сделаю, у меня такое было. Но после этого у меня был пот, я кричал или пел, но это не было, я говорю, это не помазание было, это был пот. Один и тот же человек. Одна и та же песня, одна и та же церковь. И ты выходишь, и ты чувствуешь, что Господи, прости меня за вот это прославление, которое было сегодня. Потому что это не было поклонение. Потому что Иисус сказал, истинное поклонение будет, которое ждет Отец, и которое должно у нас прийти это время. Настало и наступит. Это когда поклонение будет в духе и истине. Но вот я сейчас говорил на языке прославления, что Иисус говорит, вы устами сейчас чтите меня. То есть мы можем чтить в песнях устами, но сердце не право. То есть вот именно упрется. Вот если сердце не соответствует тому, что ты говоришь. Вот у меня было свидетельство лично, я его делился на школе. У меня было такое сильное переживание. Правда, я сам тоже, я люблю писать песни и музыку. Я часами могу сидеть за клавишами. Вот. И что у меня было? Я помню однажды, вот ночью я молился, мне конкретно был голос Божий. Я имел диалог. Это было настолько серьезно. Вот мне Бог задал вопрос. Вот чем ты измеряешь поклонение? Чем ты измеряешь? Красивым стилем, музыкой, формой, аппаратурой, звуком. Чем ты измеряешь поклонение? И я понял, что я врасплох, меня Бог застал. У меня не было. Я понял, что любой мой ответ, он будет неправильный. Вот я такое переживал. Вот. И я никогда не забуду. Это был опыт на всю мою оставшуюся жизнь. Мне Бог проговорил внутри моего сердца, что поклонение не измеряется видимыми вещами. Уровень поклонения, уровень поклонения измеряется мерою моего присутствия. Если это можно так понять быстро. То есть, насколько реакции Бога на то, что выходит изнутри нас. То есть, мне Бог потом объяснил, это был мой личный опыт, что когда мое сердце соответствует с моими устами в гармонии, есть реакция небес, есть реакция Бога. Потом, когда команда, она находится в мире, когда команда, она соединена с Богом, когда мы выходим и с правильным сердцем начинаем поклоняться Господу, то мы все же знаем из опыта служения, что иногда просто песня начинает петь, и ты чувствуешь все. Ты не видишь уже ни музыки, не слышишь стиля. Ты просто начинаешь переживать Бога. Это не обязательно от песни зависит. Потому что мы думаем, сейчас возьмем песню «Великий Бог», и все, нас накроет, потому что когда-то накрывало. Я всегда говорю тоже с нашей командой, и говорю, ребята, вот мы уделяем столько много внимания на подготовку, как мы поем, наши репетиции, двухчасовые или как, мы все вычищаем, все наши голоса. Говорю, ну вообще, люди говорят, что даже когда ты проповедник проповедует, всего где-то 7% люди воспринимают то, что ты говоришь. Все остальное, как ты это говоришь? Потому что некоторые говорят, если у меня микрофона нет, то что я там буду петь? Дело в том, что 90% люди воспринимают, как ты поклоняешься Богу. И ты вот своими глазами, своей душой, то, что ты выносишь вот эту всю энергию, ты или привлекаешь людей больше поклоняться Богу, или ты их отвлекаешь. И вот здесь, мне кажется, даже ударение больше не как круто мы там спели, а вот какое состояние мы вытащили, потому что Христос сказал, что каждый из сердца своего приносит. Вот это есть слово, очень точное, соответствующее этому, это искренность. Я даже не думал, когда прочитал точное определение слова искренность, это очень просто, это полное соответствие между устами, поведением и содержанием. Искренность – это максимальная точность следовать своему состоянию на этот конкретно момент. Когда-то Сергей Петрович Винковский, который нет уже в живых, рассказал такую историю, говорит, ехал в церковь, что-то не с той ноги встал, на одного сына нашумел в машине, на второго, приехал, проповедовал, говорит, за кафедрой стою, все, двигаю, ну, он такой человек, воинственный, и, говорит, и встретился глазами с сыном старшим. Он на меня так смотрит, говорит, глаза опустил, и меня, говорит, все переклинило. И я, говорит, не знаю, что делать дальше, как Андрей говорит, весь в поту, я понимаю, что все, что бы я сейчас ни говорил, оно не идет, оно не Богоугодно. И я, говорит, говорю, все дети мои, у нее 6 или 8 детей, встаньте. В церкви, в смысле, встаньте все, жена, встань, пожалуйста, Лена. Говорит, я хочу перед вами извиниться, я хочу попросить прощения. Братья и сестры, я сегодня ехал в церковь, я оскорбил своих детей. Помолитесь за меня, я виноват. И приходит благодать. Что такое искренность? Это соответствие на данный момент с твоим внутренним миром. Андрей, возвращаясь к вопросу еще твоему, с которым мы начали, если можно прокомментировать. Я вижу, что Бог ведет какими-то этапами, даже церковь. Например, 100 лет назад было пробуждение в Азузу, недавно праздновали. Это какое-то особенное было излияние. Был период, где палаточное собрание было мощное, Бог делает чудеса. Был период, когда Бог серьезно восстанавливал учителей. Учительство стало на очень высокий уровень в церкви. То есть учение, это был такой баланс. Пастырьское служение поднялось очень сильно. То есть пастыря очень взяли тоже свою позицию. Раньше как бы пастырь там был, иногда даже не на зарплате, как-то между прочим что-то делал. Сейчас это служение тоже выросло. Я верю, что в последнее время действительно ударение стоит на поклонении, на прославлении. Потому что за последние 20-30 лет столько песен было написано. Наверное, за протяжении последнего столетия столько песен не было написано. Есть команды, такие как даже Майкл Даблин Смит. Раньше они пели просто свои концерты делали. Сейчас они просто собирают людей, чтобы поклоняться Богу. Все возвращается. Люди возвращаются к тому, что они не приходят просто послушать концерт. Они приходят, чтобы участвовать и поклоняться Богу. Это феномен, конечно. Это что-то новое, это что-то необычное. Один человек недавно, я слышал такую мысль, сказал, что сегодня церковь, современная церковь, она вращается вокруг проповеди, когда израильский народ вращался вокруг присутствия Божьего. То есть именно присутствия Божьего. Я сейчас не говорю за Слово Божье, которое имеет вещь. Я сейчас говорю за информацию, то есть церковь вокруг человеческих способностей, формы, слова. Когда мы понимаем, что все, что мы не делаем, мне никогда смысле не выходит с места Писания, где написано в Колосина 1 глава, 9 стих, чтобы мы исполнялись познанием воли Божьей во всяком разумении духовном. И там написано, во всем угождали ему. То есть когда мы говорим во всем, мы говорим о всех аспектах жизни, включая, конечно же, поклонение, прежде всего, и форму, и все. То есть как вот угодить Богу? Но мне все равно так кажется, слушая даже вас, особенно Андрея, поклонение это как что-то такое, чем можно то ли научиться, то ли оно пришло, его раньше не было, как бы что-то новое пришло такое, что надо учитывать, без которого не получится, потому что все это делают. Поклонение, что это? Можно ли дать определение самому состоянию поклонения? Поклонение это же отношение, прежде слов, прежде воздеяния рук, текстов, музыки. Что такое поклонение? Если взять, например, обожествление слова или боготворение, кто-то боготворит женщину, кто-то боготворит Россию, не знаю, патриот своей страны, не знаю, Украину. Что такое поклонение? Ну это, наверное, вот мы два слова очень как бы вместе произносим, это прославление и поклонение, но они, наверное, имеют немножко разницу, потому что поклонение включает все. Ты ешь, пьешь, все, что ты не делаешь, прославляй Бог. Это наша жизнь, это лайфстайл. Это очень хороший вопрос. Вообще, я сам на протяжении сколько лет пытаюсь дать определение, и у меня каждый раз по-разному получается. И в разных книжках, которых не так много поклонений, думаю, кто же даст какое-то определение поклонению, потому что сложно. Прежде формы, что это такое? И здесь Иисус дал как бы подсказку в том, что наступает время, и настало уже. И когда я всегда рассуждаю, мы берем часто это место, Иоанна 4, 24, 24, как базовое место для учения о поклонении. Но у меня всегда было, ну как бы, в одно время, я помню, откровение получил. Думаю, мы вырываем эти места из контекста, а если всю эту главу читать, кому преподал Иисус урок о поклонении? Не ученикам своим, не левитам и священникам того времени. Казалось бы, вообще, Он преподал урок, и мы берем эти места, строим на этом учения о поклонении, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, в Духе истинных, ибо таковых. У поклонников Отец ищет, значит, Бог ищет истинных поклонников. Он говорит, наступает время, когда истинные, значит, есть и неистинные поклонники. И кому? Недостойные женщины, самарянки. И я сейчас все-таки закончу эту мысль. Для меня, я сейчас не говорю, что это уже окончательно сформированное определение поклонения, но это мои личные отношения с Господом. Поклонение – это живое личное отношение с Богом. Мое отношение к Ним. Вообще не только к Нему, а именно отношение, как взаимоотношение. Потому что я верю, что Бог… Перекликается с тем, что ты сказал Андрей, что все, что я говорю в адрес Бога, не обязательно говорю. Поклонение – это же не говорю и не пою. Это уже форма. Я, кстати, один раз спросил наших людей, говорю, допустим, что я потерял голос, как Боб Сёрч, да, например, или не то, что я потерял, я вообще немой. Это что значит, у меня нет возможности поклоняться Богу? Или у меня нет музыкального вообще дара слушать? У меня дара нет, я глухой, скажем, и немой. И я задал вопрос, хорошо, а как бы вы поклонялись Богу, если вы не умеете ни петь, ни говорить, ни слушать? Добавим сюда, скажем, вы еще и увечья у вас, да? Неужели все, вы лишены возможности поклоняться Богу? И люди напрягались. Один человек сказал, ну, может быть, я бы рисовал. Я бы что-то… Ну, мы все равно ищем пути выразить, да? Может, я бы обнял. Ну, как бы мы… Вот мое расположение к ребенку, да? Хочется обнять его, хочется подарок подарить. Но мы все равно ищем, да? Как бы путь отблагодарить, не знаю, выразить свою признательность. Написано, соединяющийся с Духом Божьим становится одно. Лично я для себя, вот в последнее время тоже много разных мыслей, но я вывел для себя формулу, что мое поклонение – это моя близость с Духом Святым. Дух Святой – это тот, который открывает мне глубины Божьей. Написано «Онам открыто Духом», то есть сердце Бога. То есть все упрется в желание Божье, в его волю, в послушание мое Богу. Вот смотри, Есферик. Она, когда имела встречу с царем, вот она готовила себя, да? Ведь, видимо, она готовила себя. Но вот все, что, видимо, она себя подготавливала, оно соответствовало того времени и запахи, и одежда. Но интересно то, что ее все внимание было сконцентрировано не на том, что она понравится, что царь ей понравится. Там все внимание как раз было, когда тот, кто помогал, играл самую, наверное, главную роль в том, чтобы она понравилась царю. Вот мне кажется, вот общение с Духом Святым мое определит. Вот я могу выразить, даже, просите меня, но вот мы боимся этого слова в рэпе, ну, как бы форму, да, форму, как бы текста, и дух передать определенный. И интересная мысль в том, что мы сразу, у нас реакция сразу, это от дьявола. Но я для себя принял решение, что я рожден для пробуждения. У Бога есть предназначение зажечь вокруг все поколение. Это уже евангелизм, значит, это прославление. Да, но я сейчас имею в виду, что выражаем, как мы выражаем себя. То есть упрется в отношении с Духом Святым. Вот это и есть, ну, замандаши нас Богом. Вот это два разных, как бы, поклонение и выражение. Вот выражение, это уже прославление. Это форма уже. И вот евреи, между прочим, у них есть где-то 7 таких слов, которых они, вот, в Библии мы встречаем, как они выражали это, прославление. Например, это поклонение, склонялись низко на колени. Физический кланин. Физический кланин. Например, поднятие рук. Это очень важно в Библии, очень много. То есть символы поклонения, да? Символы, как они передавали, выражали свое поклонение. Формы выражения. Громкие восклицания. Это одна из форм, как бы, тоже. Они выражали это поклонение. То есть есть выражение, как мы можем выражать эти поклонения. И вот это, мне кажется, вот это можно обучиться. Потому что мы не научены, как выражать правильно. Оно должно быть искренне. Здесь должно быть искренне. Сто процентов. Но я заметил, что наши дети, они легче способны выражать. Мы уже, когда подрастаем, что-то у нас происходит. Какие-то комплексы. И мы уже даже не можем выразить нашу радость. Мы воспитаны. Мы уже воспитаны. Мы уже научились лицемерить. А вы верите, что модель поклонения, она берет начало с неба? И Исаии удалось увидеть это в шестой главе. Я вот, читая Библию, однажды увидел, что он увидел модель поклонения. Модель прославления. Андрей, ну ты так как-то высоко. Серьезно, сложно. Не, ну как? Там написано, что когда... Для меня модель поклонения, это когда моя дочь прибегает и обнимает меня. Так я вот, что хочу сказать, Александр. Вот она, естественно, выражает свои чувства. Она не врет. Ты смотришь в нее в глаза. Она тысячный раз это делает. И каждый раз она это делает искренне. Ну, там вот в шестой главе Исаии написано, что вот когда вот эти все серафимы, херавимы, они закрывали как бы свое лицо. Там что написано? Что все внимание как раз крутилось вокруг. Вокруг именно Бога. Там вот я хотел показать вот эту как бы мысль, что модель там все крутилось вокруг него. И там написано, что они громогласны, они как бы восклицали, их наполнили славой Божьей. Но моя мысль в чем была, что там все вокруг как бы крутилось него. Да, там была их атмосфера. Мы не можем эту модель сейчас сюда на этот стол поместить. Это была их атмосфера, я так считаю. И меня лично там впечатляет в шестой главе, что они взывали друг к другу. Я никогда на них не обращал внимания. Не Богу взывали, а друг к другу. И говорили, свят. То есть свят Бог. То есть, наверное, то, что они испытывали, переживали в атмосфере сил Бога, святость Бога, они этим делились друг с другом. Что мы называем общением друг с другом? Если ходим во свете его, мы имеем общение друг с другом. Мы делимся. Ты знаешь, какой Бог. Вот ты сейчас поделился своим переживанием, да, когда ты играл на клавишу. И оно отбивается где-то. У меня какое-то свое переживание. Мне кажется, что это что-то подобное происходило и в той атмосфере. Но я говорю, что когда мы эту модель пытаемся одеть на себя или на какую-то одну общину или церковь, я бы, я лично, Александр, я бы пошел другим путем. Я бы пробовал в людях, в меру их духовного роста, менталитета, потому что африканцы отличаются от скандинавцев, да, я бы пробовал в них развивать естественные вот эти, пусть как дети, они ищут свой собственный путь выражения Богу. Я раньше слушал Ти-Ди-Дейка много, да, и меня реально внутри оскорбляло, почему люди в зале у Ти-Ди-Дейка срываются, кричат, хлопают, там, поддерживают пастора. В нашем зале такое чувство, что ни одного нет. Я серьезно говорю, и я чувствовал от Духа Святого побуждение, я говорил слово часто в помазании, но реакции не было, и меня это оскорбляло. И потом я пришел к заключению, я не прав, реакция была, но это реакция типичная этому кругу людей. Почему я знаю, что реакция была, потому что я видел слезы, я видел покаяние, я видел плоды, я получал много писем, реакция была. Если бы я на них одевал вот эту рубашку африканскую, да, как это происходит в церкви чернокожих, я бы повредил этой реакции. Я не говорю, что не надо обучать людей или снимать эти комплексы, надо. Но точно так же, наверное, Андрей, я был подростком, я следил за вами, серьезно много слушал, и реально мне нравилось, реально оно переворачивало меня. Но мне кажется, что есть в харизматических кругах неестественные моменты. Они просто как-то насильно это надевают на людей или ломают людей. Я один раз был в церкви, тоже в одной харизматической церкви, бабушка, 70 плюс лет, как она танцевала перед сценой. Но это было стыдно, во-первых, она еле стояла. Во-вторых, ее нельзя убрать, потому что это дискредитируешь, дискредитация. Но это было стыдно, честно. Не в силу ее возраста это не подходило, она выросла в другой культуре. Это не надо было делать. А может, у них сформировалась новая культура? Вот я в этом не верю. 70-80-летняя женщина. Не дай себе искренне. Я был в России в одной церкви, и у меня есть один друг пастор. Один друг пастор есть у меня, он пел песню «Ты моя жемчужина, Иисус». И он как бы подошел к этому пастору по местной церкви, где мы были конференцию проводили, он спросил у него, говорит, а можно я спою во время конференции эту песню «Ты моя жемчужина». Он говорит, можно, но теологически она неправильная. Вот иногда как, вот то, что мы внутри, каким образом мы выражаем. Ну, смотрите, мы коснулись один вопрос. У нас 11 было вопросов, и мы всю программу провели вокруг одного вопроса. Я боялся перебить, если честно. Я чувствовал, что как бы мы затронули, что там очень важно. Потому что вопрос из него вытекло, на самом деле, много вопросов. Мы начали с эволюции музыки, а уже коснулись сердца поклонения вообще. И здесь мы почувствовали, как бы, вот три же реакции каждого. То есть, но что я вижу, о чем мы говорим, и вот то, что Александр уже озвучил, есть само поклонение, как понятие, да, и мы попытались его формулировать, что это. И есть формы выражения и культура. И это разные вещи. И поэтому, когда люди путают это, или, ну, как-то вот не понимают, не разделяют, да, как слово можно разделять, духовное от душевного, так я скажу, что форма выражения — это душевная вещь. Вот эта культура, вот черные просто в их стазе там забиваются, там, и танцуют. Это вообще, для нас это вообще никогда, может быть, так до конца не будет понятно. Они выросли. И не надо критиковать ни их, ни нас. Да, да, и почему я говорю, даже, может быть, это бабушка, может, она даже неестественно выглядит, ну, к примеру, да, но, может быть, если она все-таки искрена, может быть, она уже сформировалась у нее так, то даже здесь вот согласен, что нет смысла критиковать. Мы заходим, попадаем вообще в другую, попадаем в царство, когда мы просто начинаем критиковать, но вот упустить и говорить только о формах, там, оттачивать их, вот это уже другая крайность. Сегодня, мне кажется, очень много мы уже вот говорим об этом, о стилях, о формах, о подаче, а дух теряем. Все равно мы говорим, кто не скачет, я как-то... То это часто вот так и в церквях, да? Я же был в таких церквях. Если ты не прыгаешь, ты не духовный. Да, вот с другой стороны, это вот неестественно навязанная какая-то культура, вот как-то, я согласен, что оно просто как-то неестественно. Ты понимаешь, что или давка такая, вот давайте, надо образовывать людей, надо на самом деле вести их через открытие. Можно? Хотя бы второй вопрос мы коснемся. Второй вопрос. Друзья мои, я вообще, прежде всего хочу сказать, что мы этот эфир проводим вот в рамках предстоящей школы прославления, которая пройдет в нас в городе с 1 по 5 августа. Вот организатор этой школы, основатель, пастор Юра Литвинчук, который с нами сегодня. И вот позвольте, второй вопрос, он, наверное, связан со всем. Мы говорим, я понимаю, что наше время, оно максимально улетает. Вот сразу навязывается спросить, так ли важен уровень профессионализма музыкантов или достаточно сильного, искреннего желания петь и играть, как вот вы считаете? Это к Андрею или к Юре. Ну вот мы сейчас крутимся. В начале эфира я сразу сказал разделить. Ну вот это как раз эта мысль, наверное, которую я уже начал говорить, ты ее подправил. Для меня стало таким ключом или пониманием поклонения, когда то, о чем ты упомянул, что мы дух, душа и тело. Мы дух, имеющий души, живущий в теле. И Писание говорит уже в Новом Завете, чтобы в Фессалоникийцам, да, чтобы ваш дух и душа и тело во всей целостности были освящены, то есть отделены для Господа. То есть я думаю, верю, что Господь хочет, чтобы была гармония. И вот когда мы говорим о профессионализме и искусстве подачи, о формах, это все наша душевная и физическая часть. И ее игнорировать нельзя, потому что если мы только дух, но мы не умеем этот дух выразить ни словами. А чтобы уметь, надо учиться. Вот здесь уже не получится чисто по духу. Да, апостолы могли учиться у Господа, там, исцелять, пророчествовать. Да, здесь не нужна, наверное, такая школа, как обычно. Но играть, рисовать, слагать стихи. Вот многие люди не хотят учиться. Но у них от духа сильный поток, они пишут что-то, да. И ведь целька в этом проигрывает, наверное, сейчас. Из-за этого мы заглядываем всегда к миру. Мы заглядываем просто... А не для нас эталон. Эталон, по причине того, что не находилось правильных людей, которые могли объяснить это очень правильно, и позволить людям как бы развиваться в этих сферах. Потому что есть вот эти две части. Потому что некоторые говорят, давайте мы только духовных людей возьмем на сцену, пусть они поют, да. А другие говорят, давайте только талантливых. И здесь есть как бы... Нету баланса. Есть какие-то... Что-то всегда переваживает. То есть должен быть баланс. Надо развивать и духовную часть с талантливыми людьми. Это не так просто. Но так же самое надо развивать таланты в людей, которые в сердце, а не поклонники. Но они должны как-то выразить это. Мне кажется, что тоже сложность состояла в том, когда в церковь пришли много людей из мира, новоуверовавших, с образованием, в частности, музыкальным. Но они вот этот эстрадный дух, настрой, да, принесли сюда. То, в чем они... Человек же, когда он рождается свыше, он же остается тем же человеком в принципе. Память остается, навыки остаются, да. Даже связи остаются, даже привычки остаются. Это берет время работать над собой. Да, твой дух родился. И получается, я о себе говорю сейчас, да, что принесли много достаточно самого подхода, настроения очень эстрадного. Почему я вижу в Библии, когда израильский народ завоевывал новые земли, территории, то Господь им сказал, все, что вы соберете, и хамулеты, всякие там изделия ювелирные, все в огонь. В огонь. Мне кажется, сегодня я бы даже... Я бы не смог такое. Это же достояние народа, это же культура, там всякие творчества, да, нельзя же его все уничтожать. А Господь говорит, все в огонь. Если вам нужны и ценные эти цветные металлы, да, дорогие металлы, там, камни, золото, серебро, да, пользуйтесь им, но проведите его через огонь. То есть верните его в оригинальное состояние и делайте его, что вы с ним считаете. Мне кажется, что любой талант, который развивался на мирской сцене, любой, он должен пройти через что-то подобное. Человек должен пройти через освящение пред Богом. Иначе мы проиграем. В состязании с миром мир лидирует в плане профессионализма. Может быть, не в Америке, но в странах СНГ, где... А вот здесь самая большая причина, что человек, который в миру, все внимание на нем. То есть поклонение, все внимание на Бога. Поэтому вот здесь... Сам человек не справляется, да? Да, вот здесь внутренность совершенно должна поменяться. Как мы вообще это преподаем и как мы вообще используем наш талант. Это вообще не для нашей карьеры, не для себя. Конечно, здорово, когда человек с образованием, голос у него поставлен, да, и он это приносит творцу. Это вообще красота. Это во много раз красивее, чем у человека нет ни голоса, ни образования, а на сердце искреннее. Может, перед Богом оно и не играет большой роли, но перед обществом, перед людьми это, конечно, здорово. Ну да, это уже, опять же, мы возвращаемся к форме или как инструменту донесения. По сути, как дары духовные, так дары и физические, естественные, да? А это же всего лишь инструмент для достижения какой-то цели. Поэтому, если мы говорим о инструменте, что он должен быть не тупой, он заточенный должен быть, то тогда, конечно, мы занимаемся, но вот всегда не потерять дух поклонения, всегда не потерять главный объект поклонения, ради кого, ради чего. Ну, тупых инструментов много, да. Андрей, когда вот мы тоже говорили, почему вообще эту школу делать, знаешь, и Бог просто тоже положил мне в сердце, что вот наше поколение, наша культура, она должна поменяться. В центре должен стать Христос. В центре должен стать Христос. Даже не наши какие-то таланты, ничто другое, как сам Бог. И вот здесь мы должны объединиться вокруг него. Я понял еще больше, что наше христианство, почему иногда тяжело, почему воршип-лидеры пытаются даже что-то делать на сцене, то, что может даже неискренно завести, потому что у нас 20 минут, нам надо прокачать, нам надо войти, давай, 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 от пастырей есть какая-то требовательность, мы должны куда-то двинуться, давай. И когда люди заняты своей жизнью, мы где-то 2 часа в неделю там вырвались на воскресенье, и сейчас давай прокачать это, когда нет вот этого состояния сердца, это очень сложно. Мы комически выглядим на этих сценах иногда часто. И вот здесь я понял, что нам надо менять культуру. Короче, век такой, нам нужно быстро все, как в Майкровее, да? Быстро, а оно не получается. Тогда еще очень такой момент я вижу. Мы сейчас все равно говорим очень узко о поклонении. Мы свели его к музыке, да? И смотрите, и тогда, ну, это хорошо, если мы хотим высвидеть только это, тогда мы говорим, если ты имеешь призвание и талант музыкальный, тогда его развивай, чтобы у тебя был инструмент не тупой, а заточенный, чтобы ты был стройно, с восклицанием пел, все как, ну, по Писанию, да? И чтобы это помогло при наличии духа поклонения, сердца поклонения, правильной позиции перед Богом, и тогда выражая это. Но это все равно узко. И смотрите, тогда, если мы понимаем, что 30 ли это минут поклонения, или где-то час выделяется, я тебе скажу, что если народ приходит, и у него нет взаимоотношений с Богом, ни 30 минут, ни час ему не поможет. Это правильно. Если у него не развязанные узлы, если он живет во грехе, если он не имеет отношения с Богом, получается, если мы уже тогда говорим, если нам говорить о широком формате поклонения, тогда мы все пасторы, и все дары, мы все направлены, имеем одну задачу, как пятигранное служение, и все другие дары, для совершения святых, то есть совершенства святых. Поэтому здесь тогда уже и 30 минут не поможет. Я заметил, я заметил, что возле слова поклонения, прославления всегда идет непрестанно. Очень часто в Библии говорится, непрестанно приносите Богу хвалу. Например, ученики возвратились после того, как Бог, Христос вознесся, они пришли в храм, и они постоянно были в храме. Давид говорит о том, что 24 часа в сутки люди поклонялись, были в этом состоянии, это не уходило. Церковь первоапостольская, ежедневно они пребывали в храме, ежедневно преломляли хлеб, они ежедневно прославляли Бога. То есть это было, это не было на воскресенье, это был стиль жизни ихний, они попадали в это. Я тоже с нашей командой говорил, ребята, я не знаю, вот честно, дома молитвы наречется, Христос сказал, но в Европу ты заходишь, вроде бы храмы открыты, но служения никакого. Здесь в Америке на 2 часа мы открываем наши храмы, наши церкви и все. Но когда, я понял, что это не задача пастырей, это задача левитов, чтобы двери церкви были открыты, чтобы был огонь какой-то. Пусть это 2 часа утром, кто-то берет гитары, начинает поклоняться, люди могут прийти молиться, могут ходатайствовать, но левиты занимались этим служением в Старом Завете. Они служили Богу, и они служили людям. Ходатайствовали за людей. Время заканчивается. Я просто выдерживаю, чтобы хоть что-то не сказать. Поэтому это, наверное, хорошее время приехать людям на школу, и не только на эту школу, а вообще... Друзья, да, на самом деле, мы хотим пригласить, если вам не безразлично, конечно, мы сегодня пытались, вот один вопрос между сутью и формой выражения, вот пытаться разобраться, и мне кажется, что по-любому форма выражения она упрется в творчество, вот и в искусство, а не только музыкальное. Ну, понятно, мы много говорили об этом. Вот последний вопрос у нас несколько минут, две минуты осталось. А вот как вы видите дальнейшее развитие церкви вот в поклонении? Ну, как вот... Нет, 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 нет. Смотрите, смотрите. Давайте лучше закончим то, что мы не сказали, то, что мы не успели сказать, пусть Дух Святой менялась. Последние сто лет, да, мы уже не будем трогать, по-любому менялась форма, как менялась и прическа, и одежда, и машины, и дома, любое выражение. Вот здесь уместно сказать, приходите в школу, записывайтесь. Да, об этом мы будем говорить на школе. Оставайтесь с нами, мы продолжим в августе. Первая неделя августа. Спасибо огромное за то, что у нас была такая возможность немножечко пообщаться и поблагодарить. Да, я, между прочим, благодарен Андрею, что ты будешь преподавать в этой школе, Андрей Кочкин, Александр, многие другие, Баб Сордж, Терри, Терри, приезжают. Да, может, одну минуту больше, что будет происходить? Очень серьезные спикеры, которые приезжают, которые имеют и теологический, как бы, хорошее основание, подход, и практический. То есть мы будем делать воркшапс, которые вот именно направлены на это. Там и дискуссии будут. И дискуссии, вопросы, и ответы. Круглые столы, да. Еще маленькая вещь, что мы хотим сделать вот в конце этой школы, делать конференцию и сделать 24 часа непрерывной молитвы и поклонения. То есть каждые 2 часа будет меняться команда. То есть не на 2 часа откроем двери? Да, не на 2 часа. На 24. Это хотя бы на 24. Хотя бы рывок сделали. Пусть люди звонят сейчас, записываются, интересуются просто больше об этом. А где мы можем узнать, где возможно взять больше информации? Веб-сайт вы можете видеть на экране www.alivewalshipschool.org или позвонить по телефону. Друзья, регистрируйтесь сейчас, интересуйтесь, позвоните, напишите, узнайте больше информации. Я думаю, это будет очень интересное время. Люди регистрируются из России, с Украины, с Европы уже прилетают. Если вам нужно, да, сделать визу, вызов, предоставим такую возможность, вы сможете оформить документы, чтобы попасть сюда. Приглашаем, дорогие. Спасибо огромное за это прекрасное общение, хорошие теплые слова, ну и мысли. Потом благословляем вас, друзья, и я думаю, что с многими из вас мы встретимся в августе с 1 по 5 число. Благословения вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова